9 января 2023 года у нас как всегда лежит снег так что так и еще у нас работает пву периодически у нас что-то опять бумкнула а я как всегда с 1 января занимаюсь тем что жужжу своим вентилятором так что вот так мишку своего так вот одел всем добрый солнечный день это постоянная рубрика проспект освобождения донбасса 6 и его раскопки и так зима порядка минус 13 градусов за бортом посмотрите как классно парит видно здесь нет в общем стоит вода идет пар вот это все раскопано сейчас поближе подойдем представьте на улице минус 13 минус 15 что должны чувствовать люди которые здесь живут ну я уже не раз видела снимала в надежде что может кто-то все-таки услышит может где-то остатки страха совести чего-то есть ну вот смотрите все раскопано вот адское место жить здесь невозможно а людям некуда ехать от бомбежек так как это самый центр самое сердце донецка которые не слышат от бомбежек у людей расшатанные окна и не каждый может позволить себе все это качественно как бы затянуть да и не получается а вот смотрите лежит снег лед принципе вот лед никого нет вот раскопки которые не заканчиваются в квартире наверное около нуля градусов живут здесь все-таки пожилые люди дети вот светит солнце и раскопки с мая месяца никто ничего не делает никто не то что ничего ни черта никто не делает звонили в администрацию главы писали в администрацию главы мэру писали звонили в министерство ни одного посмотрите я просто ждала солнца чтоб потише стало вот выйти вот это вот заснять вот так живут люди и так сегодня у нас 8 января самая середина дня вот видим вот у час видно как пар идет никого это не волнует ну а людям просто дали отопление всего на два дня на 30 31 декабря потом все рвануло затопило с 5 по 3 этаж все стены мокрые коридоры все мокрое все течет еле-еле остановили порыв из того момента нет никого а то что люди замерзают живые люди которым кстати насчитывают за самое смешное за отопление которого нет которым надо звонить куда-то и доказывать что они не паровозы что у них нет отопления короче говоря беспорядок если меня кто-то слушает кто умеет хотя бы человеческую речь слышать кто ответственен за это пожалуйста примите меры ну потому что просто я тогда не понимаю зачем вы находитесь просто на своих местах зачем вообще созданы зачем вы есть зачем вы получаете какие-то бюджетные деньги которые мы налогоплательщики просто платим ильича 56 третий подъезд первый этаж вот течет со стороны подъезда 6 января с вечера в квартирах все сухо никто не реагирует звонили в исполком звонили в аварийку приезжал аварийка хамовитая отвечать они не скинули на других другие ничего не реагируют вот она капает это первый этаж вот пошло на второй этаж вот уже мокреет здесь вот ступенька уже начинает мокреть в квартирах все сухо ни у кого в квартирах ничего не течет течет со стороны подъезда ни жек ни аварийка никто не реагирует вы с полком звонили никто ничего не делает а это уже течет 6 января с вечера вот такие работники у нас донецке это у меня тут овсяночка уже пробуем обычную вот она тут с букетами сейчас я покажу коробочку вот она такая вот пять пакетиков так выглядит сама сам пакетик это очень даже вкусно и очень даже полезно так момент клубы очень даже вкусно и очень даже полезно к вечеру работа по его затихла вероятно потому что выступал зеленский и как-то он так не непрозрачно намекнул что высу будут уходить солидар сейчас более-менее тихо к сожалению сегодня в петровском районе два человека погибло и трое было ранено одна из погибших женщина фельдшер двое деток осталось несовершеннолетних вот так каждый день какое-то горе мы сидим мерзнем мне сегодня работка перепала что-то у меня и сетка не работала и как-то очень расстроилась долго ждала а тут еще батарея у нас огромное и так холодно от лоджии я уже просто тут окочурился у меня просто стоит ноутбук и здесь интернет подключен через провод алекс он пришел одетый полностью что ты говоришь это называется пол броника моя одежда висит пол броника кофточка такая теплая флисовая еще сверху жилет да еще там футболка алекс мне сегодня помогал воду набирать надо будет подогреть в бутылке залить водички горяченько и закрутить хорошо и греться да вот все таки мой опыт выживания в холодной квартире он мне пригодился я все время думаю зачем мне господь его так послал так что в детстве и воду приходилось таскать набирать постоянно эти бутылки чтобы экономить воду там мыть как-то это все в мисочках в тазичках все экономненько а потом еще и холодно было у нас зимой довольно таки холодная квартира родительская и постоянно вот спали с этими бутылками куча одежды теперь понимаю что вот и вчера наливаю алексу бутылку теплую чтобы он согрелся спать ему было хорошо у меня там ноги окочурились вчера окоченели вот и просто вспоминаю свое детство что-то пригодилось ну конечно у нас холодно очень холодно и за окном я вчера так помылась по-спартански выдохнула помылась оделась и только потом вдохнула опять алекс моя лентяюшечка называется вчера смог называется немного в тазике посидеть хоть и там отогреться со своей бомбочкой для ванны завтречка урочечки вместе со всеми сегодня скрипочку отыграл как у тебя получается да хоть еще не сильно так прям нормально но уже получается что не сильно нормально получается произведение наш край это последнее произведение и я все не могу его доиграть в ритме вальса никогда вот с уроком как-то там еще и лиги надо это же сыграть с лигами а колыбельная колыбельная это еще более-менее как и с урок конечно последняя пьеса это а дальше что будет дальше тысяч сложнее как ты там дальше будешь играть как тебе сегодня на улице мы когда были слышно было чего-нибудь мы ходили было тишина потом когда возвращались когда возвращались бун-бун-бун алекс сразу пятачка включил или лед все-таки интереснее был на улице ну и пятачка тоже своего включил немножко вот сегодня насчет отопления звонила ни одна я и не только сегодня у нас один слесарь который здесь все умеет делать ему заявку передали а когда это все будет неизвестно многие говорят что там надо сверху там спускать у нас дело в том что раздушивает в подвале вот и там вот это все нужно делать и делается долго но так короче не знаю как это все когда это все будет вот как на улице потеплеет наверное у нас квартире потеплеет пока очень холодно и хоть тогда у меня такая есть идея построить рельсы от лоджии до комнаты хорошо так что уже идеи даже есть на теплые дни там закипела алекс отправлю алексу быстренько обмыться я еще все сижу думаю отправила конечно заявку ребятам благотворительного фонда ангел они мне уже помогали с подгузниками просто ну нет у нас подгузников таких которые алексу подходят ближайшие там можно купить только в ростове это не каждый раз ездит и у меня так но нет знакомых которые туда ездят возможно ребята смогут мне привезти осталось там 6 подгузников и я даже даже не знаю опять покупать которые маленькие по размеру не знаю без подгузников нам совсем грустно я и так иногда бывает стираю по несколько раз ну что водичка нагрелась иди мойся давайте мойся и захватить на матрасник он должен высох а люди все продолжают удивляться мягко скажем ценам особенно нашим на республиканском магазине мы сегодня тоже забежали тоже подивились цены купили чё надо то что самые дешевые убежали короче как всегда кому война кому мать родна а вот регулирование цен вряд ли будет потому что но ндс и все такое прочее на зарплаты только не повысились так и живем и а а и а и 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 я приехал центральной россии удивился высокими вашими ценами цены на многие позиции выше чем у нас я вообще считаю что нужно вести мораторий пока идут боевые действия на подъем цен также на жкх на услуги потому что данный момент это я считаю что это не допустимо думаю так вот вот Продолжение следует...